Машина дистанционного зондирования Он устроен как древнеегипетская библиотека, в которой нам удалось найти дверь Мы увидим сокровища земной коры, узнаем, как они там появились Трещина появится очень быстро, по сравнению с этим извержение вулкана на горе Святой Елены, покажется просто детской шуткой Узнаем, как внутренний покров нашей планеты охраняет и обогащает жизнь на Земле Мы видим то, из чего, как мы думаем, зародилась жизнь на планете И откроем неизвестные факты о внутреннем устройстве нашей планеты С точки зрения науки, в недрах Земли Золотой прииск Таутона Приблизительно 40 километров к юго-западу от столицы ЮАР, Йоханнесбурга После часа прохождения сквозь плотные каменные породы, рабочие добираются до подземного месторождения золота Глубина шахты 3600 метров Это самая глубокая точка в земной коре, которой достигал человек Этот твердый слой камня пролегает под поверхностью континентов на глубине до 30 километров Однако, пройдя всего 10% от этого расстояния, шахтеры начинают испытывать на себе суровые условия этого скрытого мира В недрах Земли жарко На том уровне, где работают шахтеры, температура достигает 58 градусов Еще 2 километра в глубину, и температура камня поднимется примерно до 90 градусов Это близко к точке кипения Вы получите ожог просто от прикосновения к камню Находиться там будет невыносимо Давление на глубине 3600 метров достигает 400 килограммов на квадратный сантиметр Работа в таких условиях может иметь роковые последствия Каждый день из земной коры добывается 5000 метрических тонн руды В каждой тоне содержится всего около 12 граммов золота Извлечение из коры такого объема каменных пород создает в коре дисбаланс Которые становятся причиной сейсмической активности Землетрясений Каждый день их происходит около 100, с силой до 4 баллов Шахтеры не единственные, кто находит скрытые под землей сокровища В глубинах шахты биохимик Эставан Хейерден и ее коллеги обнаружили жизнь Они называют эти крошечные бактерии экстремофилами Размер некоторых из них всего 1,4 тысячная доля миллиметра Около 4 миллионов таких бактерий уместилось бы на булавочной головке Их мир – это мир бессолнечного света и кислорода Они живут в воде, скапливающейся между камнями Она в 4 раза солонее морской воды, а температура ее достигает 60 градусов Это самое глубокое место на суше, где учеными была обнаружена жизнь Способ жизнедеятельности экстремофилов уникален Радиация, исходящая от камней, разрушает находящиеся в коре минералы И образует питательные вещества Мы изучаем, какая им доступна пища Это дает нам больше информации об этих бактериях И мы узнаем больше об этой форме жизни Эти бактерии открывают для Ван Хейерден окно в эпоху, когда наша планета была еще молодой, миллиарды лет назад Эти бактерии могли стать родоначальниками всей жизни на Земле Это похоже на то, как, по нашему мнению, первоначально выглядела Земля Опускаясь вглубь, мы можем увидеть то, из чего, как мы думаем, произошла жизнь на нашей планете Прииск Таутона оставался самый глубокий исследованный человеком области земной коры слоем каменных пород, который покрывает и защищает нашу планету до сих пор Представьте, что мы можем отправиться в путешествие по тоннелю, прорытому в земной коре который охватывает всю планету Исследовательская машина будет посылать нам сигналы изображения из своего уникального подземного путешествия Она совершит кругосветное путешествие, пройдя более 55 тысяч километров и посетив самые различные уголки планеты от Южной Африки до Атлантического океана Она исследует многообразие земной коры, пройдя по тоннелю прямо у нас под ногами Сначала машина берет курс на северо-восток Она оставляет позади африканский континент и начинает движение под водами Индийского океана Здесь порода камня меняется, так как земная кора бывает двух типов Дно океанов образовано плотной вулканической породой, известной как базальт Кора континентальных массивов в основном состоит из гранита Представим, что яблоко – это плотная океаническая кора А этот мячик – легкая континентальная кора Смотрите, что получится, когда я опущу их в мантию, то есть в воду Яблоко опускается глубже, чем мячик Вот почему океаническое дно пролегает глубже, чем континентальные массивы Теперь мы движемся сквозь континентальную кору на глубине 40 километров Температура здесь может достигать почти 900 градусов по Цельсию Хлеб можно испечь при температуре 180 градусов При 900 начинают плавиться камни Чем глубже уходит машина, тем жарче становится Причиной тому процессы, происходящие в недрах нашей планеты Геолог Иоанн Стюарт объясняет строение Земли на примере вареного яйца Скорлупа – это земная кора, сравнительно тонким слоем, покрывающая всю планету Она довольно хрупкая, это означает, что если сломать ее, она разобьется на крупные осколки Эти осколки земной коры называются тектоническими плитами Эти гигантские каменные плиты находятся в постоянном движении, изменяя на Земле положение материков и океанов Под корой находится мантия, в случае яйца это мягкий белок Мантия – это слой камня толщиной примерно 3000 километров, пролегающий в недрах планеты Это твердый слой, однако он может деформироваться как пластик В центре планеты находится ядро, в случае яйца это желток Внешняя часть ядра жидкая, но его внутренняя часть находится под таким сильным давлением, что приобретает свойства твердого тела Жар, исходящий от ядра, создает в мантии конвекцию, которая приводит к выходу магмы на поверхность Это как гелевый светильник, в котором тепло от лампочки вызывает в геле круговорот Именно такие конвекционные потоки выталкивают на поверхность лаву Конвекция также приводит в движение тектонические плиты по всей планете Когда два континента сталкиваются, кора сжимается, уплотняется и поднимается, образуя горный хребет Сейчас наша машина приближается к самому высокому горному хребту на планете Она проходит под горой Эверест в Гималаях Это самая высокая гора в мире, ее высота почти 9 тысяч метров Здесь, в Тибетском Нагорье, земная кора достигает наибольшей толщины, 70 километров в глубину Нагорье образовалось в результате столкновения континентальных массивов Индии и Азии Однако то, что мы видим на поверхности, лишь часть того, что происходит под землей Гора похожа на плавающий в воде гигантский кубик льда Благодаря высокой плотности лед глубоко погружается в воду И большая часть кубика оказывается скрытой под поверхностью Под тяжестью собственного веса гора вдавливается в мантию, уплотняя кору Так появляется подошва горы Однако существует естественный предел высоты, который могут достигать горы И, соответственно, толщины, которой может достигать кора Ученые подсчитали, что максимальная высота горы на Земле может составить 15 тысяч метров Что эквивалентно высоте двух Эверестов Представьте, что этот игрушечный воск – это земная кора А этот камень – гора высотой 15 тысяч метров Вес камня и его давление на подошву горы так велики Что подошва начинает плавиться, и гора снова опускается в мантию Теперь наша машина берет курс на север и движется на глубине примерно 1 километр Она продвигается сквозь оплавленные кристаллические породы Перемешанные с осколками оплавленного зеленого стекла В этой области земная кора получила серьезные повреждения Машина выходит на поверхность и оказывается сдавленной в земле Это кратер Попегай в Сибири Появившийся 35 миллионов лет назад в результате падения метеорита Одна из самых больших загадок для ученых состоит в том, как в земле появились два типа коры На ранних этапах развития планеты существовала только океаническая кора Но сегодня есть еще и континентальный тип Планетарный геолог Ричард Грифф полагает, что ключ к разгадке может быть найден в метеоритных кратерах Он заметил, что на Земле всего 175 известных кратеров В то время как поверхность Луны буквально усеяна ими Причина этого была продемонстрирована в 1971 году во время миссии Аполлона-14 Когда астронавт Аллен Шепард запустил на Луне мяч для гольфа, он пролетел огромное расстояние Много километров Когда Грифф запускает мяч на Земле, он в отличие от Луны пролетает всего лишь несколько метров Дело в том, что гравитация Земли в шесть раз сильнее лунной Когда метеорит падает на Луну, меньшая сила гравитации будет означать, что, как и мяч для гольфа, каменная глыба может пролететь путь во много километров, оставляя после себя отчетливо видимые кратеры На Земле происходит обратное Под действием силы притяжения метеорит сразу остается в месте первоначального падения Если представить этот мяч для гольфа как каменную глыбу, которую должно вытолкнуть из кратера Можно понять, что создать кратер на Земле гораздо труднее Дело в том, что из-за более высокой гравитации этот мяч, то есть этот метеорит, будет труднее вытолкнуть из растущего кратера Как результат, кратеров на Земле гораздо меньше Когда метеорит врезается в Луну или в Землю, энергия удара приводит к двум событиям Во-первых, образуется кратер, во-вторых, метеорит разбивается на части и иногда расплавляет камень на поверхности планеты Это подводит грифа к выдвижению новой теории Могли ли падения метеоритов изменить химический состав земной коры? Гриф изучает это так называемое ударное плавление Он подсчитывает, что, когда при крупных столкновениях образуется кратер диаметром до 500 километров, наступает переломный момент Бассейн кратера заполняется огромным объемом расплавленных каменных пород На Луне из-за более низкой гравитации этот переломный момент не наступает никогда Гриф демонстрирует то, что, как он полагает, произошло на Земле Мы собираемся смешать немного масла и немного горячей воды Вода растопит масло и образуется смесь, которая и будет представлять жидкость, образующуюся в результате плавления при ударе Затем мы дадим ей остыть и посмотрим, что произойдет Когда смесь охлаждается, масло и вода начинают разделяться и образуют слои Если на Земле все происходило по тому же принципу, то более легкие минералы должны были всплыть на поверхность, а более тяжелые – осесть на дно Он полагает, что когда эти бассейны затвердевали, из отслоившихся минералов образовывался гранит Таким образом, на Земле появилось два типа коры Подземная машина продолжает свое кругосветное путешествие в глубинах земной коры Теперь она направляется на юг от метеоритного кратера Попегай в Сибири и вскоре достигает индонезийского архипелага в Юго-Восточной Азии Она уходит глубже и, прорубившись сквозь кору, падает в кипящую лаву, состоящую из расплавленных каменных пород и минералов Это происходит под вулканом Крокотау между островами Ява и Суматра, где в 1883 году случилось одно из самых крупных извержений в современной истории В течение многих лет ученые полагали, что подпитка вулканов происходит при помощи гигантских труб, ведущих в подземные магматические камеры Однако один человек полагает, что эти представления ошибочны Брюс Марш, геолог, у которого есть одна страсть – магма Более 25 лет он изучал вулканы Земли Подобно следователю, он складывает воедино улики, свидетельствующие о том, что магма выходит сквозь кору на поверхность Эти исследования заработали ему прозвище «Сыщик магма» Мне нужно было найти место, где я смог бы заглянуть вглубь земной коры И, пользуясь сравнением, попасть в котельную нашей планеты Посмотреть на систему водопровода, систему отопления и понять, как все это работает Теперь машина направляется на юг, в Антарктиду Именно здесь, в 1993 году, Марш нашел свою котельную, прекрасно сохранившуюся в сухих долинах Восточной Антарктиды В этой холодной пустыне Марш может изучать широкие черные горизонтальные полосы, вышедшие на поверхность пласты застывшей магмы Все это похоже на древнеегипетскую библиотеку, в которую нам удалось найти дверь Мы открыли эту дверь, вошли, и у нас широко распахнулись глаза от удивления Потому что эта система была такой огромной, а мы не привыкли к работе с такими огромными системами Мы не могли понять, как все это работало вместе Рельеф этой местности дает ему уникальную возможность увидеть, что происходит на глубине многих километров и понять, как магма выходит сквозь кору на поверхность Эти камни представляют собой обогащенную минералами магму, застывшую в горизонтальных полостях в скалах Марш изучает распространение минерала в структуре камня и понимает, что теперь может проследить путь магмы сквозь кору Гораздо легче было бы думать, что существует некая труба, уходящая в большую сферическую камеру с магмой Однако все совсем не так Марш строит свою систему, чтобы показать, как, по его мнению, магма проходит сквозь земную кору Он называет ее магматической колонной Вода представляет собой магму Горизонтальные стеклянные сосуды – это полости в земной коре, а частицы – это минералы Марш следит за их путешествием сквозь земную кору на поверхность Я взял металлические пластины, несколько труб и соединил все вместе особым образом Затем я ввел в систему частицы и прогнал через нее жидкость И это стало для меня настоящим потрясением Я увидел все собственными глазами Магматическая колонна зарекомендовала себя как бесценный тестовый прибор Эксперименты, подобные этому, позволяют вам сказать «Ну вот теперь я знаю, как это происходило, я видел это собственными глазами» Я видел это в своей магматической колонне Марш понимает, что магма проходит сквозь кору, как шарик в детской игре «Лабиринт» Не существует некой единственной трубы для выхода магмы На самом деле, магма выходит на поверхность через серию взаимосвязанных горизонтальных каналов Идеи марша произвели переворот в научных взглядах на земную кору Наша машина покидает сухие долины Антарктиды Теперь она направляется на север Мы находимся под дном Тихого океана И направляемся к одному из самых известных и опасных геологических образований Земли Машина наталкивается на серию складок и разломов в земной коре Ее начинает трясти На глубине 6,5 километров земля начинает вздыматься Это землетрясение Мы прибыли к известному разлому Сан-Андреас Который растянулся по территории Калифорнии на расстояние почти в 1300 километров Подобно застежке молнии, этот гигантский разлом пристегнул одну тектоническую плиту к другой Североамериканскую плиту к соседней Тихоокеанской Однако эти две плиты движутся в разных направлениях Их движение порождает одни из самых мощных и смертоносных землетрясений на Земле Но ученым еще только предстоит полностью понять этот процесс Марк Зобок из Стэнфордского университета изучает землетрясения Это один из ведущих специалистов в мире по разлому Сан-Андреас Мы пытаемся моделировать землетрясения, пытаемся предсказывать, как и почему они происходят И тем не менее, уже почти 4 десятилетия спорим о процессе зарождения землетрясений Земная кора — это гигантская головоломка, состоящая из взаимосвязанных фрагментов, называемых тектоническими плитами В местах соединения плит в коре возникает сильное напряжение Учитывая эти силы, Зобок хочет понять, почему для появления землетрясений в Сан-Андреас требуется меньше напряжения, чем в других разломах Ответом на этот вопрос может послужить новая находка в разломе Сан-Андреас Сан-Андреас — это так называемый трансформный разлом, в котором плиты скользят или трутся друг от друга Однако геологов озадачивает то, что разлом Сан-Андреас на всем протяжении ведет себя по-разному Северные и южные части цепляют друг за друга при движении и создают напряжение, прежде чем резко ослабить его и вызвать мощное землетрясение Подобно тому, которое разрушило большую часть Сан-Франциско в 1906 году Толчки начали ощущаться почти за минуту до того, как землетрясение поразило почти 500 километров с северной части разлома В центральной части разлома все происходит иначе Движение здесь более спокойное, землетрясение намного слабее Сейсмологи называют такое движение скольжением Июнь 2004 года, Центральная Калифорния Ученые бурят в земле трехкилометровую скважину неподалеку от разлома Сан-Андреас Впервые они могут изучить образцы пород из недр действующего разлома Минералог из геологической службы США Диана Мур с интересом следит за процессом бурения С конца 90-х годов она искала главную улику – причину движения в разломе Мы хотели найти слабый минерал, достаточно слабый для того, чтобы стать причиной геологических процессов, происходящих в Сан-Андреас Мы занимались этим уже очень давно, но не могли добиться успеха Среди многих других минералов она подвергает проверке серпентинит Мур подозревает, что причиной может быть именно этот камень, найденный на поверхности разлома Однако нет свидетельств в пользу того, что он существует и в глубине разлома Затем в сентябре 2007 года происходит прорыв Ученые извлекают из разлома Сан-Андреас каменный керн, длиной более 40 метров Сюда же приезжает Марк Зобок Посмотрите, какой замечательный камень Это поперечное сечение дает ученым уникальную возможность взглянуть на то, что происходит в глубинах зоны разлома Здесь мы видим измельченные каменные породы, то, что у геологов называется сбросовой грязью И в этой сбросовой грязи мы находим осколки серпентинита Меня это просто поразило Я немедленно отправила электронное письмо коллеге, работавшему на месте бурения Написала, что у меня такое чувство, будто я умерла и попала в рай Подозрения Мур наконец подтвердились Серпентинит действительно присутствует в недрах разлома Когда Мур анализирует образцы, она обнаруживает еще один сюрприз Я рассматривала их через электронный микроскоп и вдруг нашла что-то, что, как мне показалось, было слюдой В этот момент меня словно током ударило Я подумал, боже, теперь все сходится Слюда, бесцветный материал, состоящий из магния, кремния и кислорода Он образуется, когда серпентинит вступает в контакт с горячими грунтовыми водами Мур знает, что слюда обладает слоистой структурой, которая обусловливает непрочность этого материала Может ли слюда быть той главной уликой, которая объяснит, почему движение в разломе приводит к небольшим землетрясениям? Мур подвергает слюду воздействию высокого давления и температуры до 300 градусов, чтобы создать имитацию условий в зоне разлома При высокой температуре слюда становятся слабее и более способны к скольжению Это может объяснить ненадежность коры в зоне разлома Сан-Андреас, а также происходящее в нем движение Исследования Зобака в разломе Сан-Андреас должны помочь ученым в изучении землетрясений по всему земному шару Такие ученые, как Зобак, используют данные системы глобального позиционирования для мониторинга даже самых незначительных движений тектонических плит, формирующих земную кору Его занимает тот факт, что существует и много разломов, которые не порождают крупных землетрясений Примерно две трети разломов движутся медленно и постепенно, как в Центральной Калифорнии, без крупных землетрясений Еще одна треть оказывается вовлеченной в процесс зарождения землетрясений Так что серпентинит и слюда могут иметь большую важность в будущем при исследовании разломов в других частях мира Когда в пограничных районах тектонических плит в течение долгого времени не происходит землетрясений ученые начинают опасаться, что следующее землетрясение окажется очень крупным Однако наличие слюды может означать, что сила землетрясения не обязательно будет разрушительной Наша машина покидает разлом Сан-Андреас Она берет курс на юго-восток По направлению к участку коры, содержащему одно из самых ценных полезных ископаемых Внезапно наша машина дистанционного зондирования оказывается в западне, в недрах земной коры Геологическое строение коры резко меняется с известняка на песчаник Как и многие геологи-разведчики до нее, наша машина нашла нефть Земная кора похожа на естественную канистру Разница только в ее огромных размерах Она хранит в себе весь запас нефти нашей планеты до тех пор, пока мы не начинаем ее бурить Попытки удовлетворить ежедневную мировую потребность в нефти в 87 миллионов баррелей Невооруженному глазу песчаник и известняк здесь в горах Гваделупе в Осочном Техасе Покажутся неотличимыми от других пород Однако в них может содержаться одно из самых важных полезных ископаемых Это один из старейших и самых крупных нефтепроизводящих регионов США Известный как Пермский бассейн 270 миллионов лет назад здесь было континентальное море Под воздействием сил сжатия и высоких температур доисторические растения и животные превратились в нефть В большие объемы нефти Под этими горами из вышедших на поверхность осадочных пород залегает 77 миллиардов баррелей нефти Геологи Стив Раппел и Джерри Беллиан приехали сюда, чтобы исследовать район и найти эту нефть Они выпускают по скалам лазерный луч для получения трехмерного изображения поверхности и создания компьютерных моделей, чтобы определить, что скрывается под ними Горы Гваделлу понравятся нам потому, что на поверхности здесь можно увидеть то же, что и в недрах каменных пород Объект их поиска в этих горах – резервуары с нефтью, скрытые в земной коре Беллин смешивает масло с газированным напитком, чтобы показать, как образуются резервуары Теперь встряхиваем Масло обладает меньшей плотностью, чем газировка, и поэтому поднимается на поверхность и встречает непроходимую преграду из камня, которая запирает ее, подобно крышке, в бутылке с лимонадом По мере того, как масло и газировка начнут отделяться друг от друга масло будет продолжать подниматься до тех пор, пока не натолкнется на непроницаемый камень и не окажется в западне Итак, сверху у нас есть непроницаемый камень, а снизу получается резервуар который будет хранить нефть в недрах земной коры Геологи находят эти резервуары методом гиперспектрального анализа В нем особым образом используется свет для выявления невидимых невооруженным глазом особенностей строения камня Зеленые и фиолетовые области показывают хорошие нефтеносные пласты Однако выделение нефти может начаться лишь благодаря одной особенности в строении земной коры Резервуар может образоваться только в той области коры, где есть достаточно отверстий или пор Это похоже на бильярдные шары, уложенные в треугольник Если шары – это каменные породы, то пространство между ними – это и есть те поры, в которых собирается нефть Если мы посмотрим на этот камень, мы увидим, что он достаточно пористый И это видно не только при помощи линзы, но даже невооруженным глазом Благодаря изобилию пористого пространства и образуется резервуар, в который начинает стекать нефть Вопрос о том, отдаст ли земная кора людям всю содержащуюся в ней нефть, пока остается открытым Далее наша машина передвигается более чем на тысячу километров на северо-восток, пробираясь сквозь техасские нефтяные месторождения Продвигаясь сквозь земную кору, она сталкивается с камнем вулканической породы Это кимберлит, обычно находящийся в глубинах земной мантии Машина оказывается внутри вертикальной шахты, известной как кимберлитовая трубка Ее стены усеяны алмазами Но как они сюда попали? Алмаз начинает свою жизнь в виде угля Он может сформироваться в естественных условиях лишь на глубине 150 километров земной мантии Здесь он сохраняет свою структуру в условиях постоянного высокого давления до 60 килобарра температуры от 900 до 1300 градусов по Цельсию Алмаз также сохраняет свою структуру и на поверхности при низком давлении и температуре Самое интересное происходит с ним в промежутке Здесь в компании Apollo Diamond в Бостоне выращивают алмазы Главный научный работник Патрик Доринг изучает условия, в которые попадают алмазы во время своего путешествия сквозь земную кору Одна из интересующих нас реакций – это что произойдет, если нагреть алмаз вдали от того сверхвысокого давления, которое поддерживает устойчивость его структуры Этот алмаз весит 1,62 карета Пирометр измерит его температуру через свет, излучаемый алмазом при нагревании Теперь Доринг подвергает алмаз воздействию температуры более чем 800 градусов по Цельсию Сейчас мы достигли той высокой температуры, с которой сталкивается алмаз в своем путешествии к поверхности Земли Затем он убирает горелку и снова взвешивает алмаз При такой температуре, за такой промежуток времени, то есть примерно при 1000 градусов за 10 минут, алмаз потерял около 1% своей массы Это весьма значительная потеря Также изменилась и его структура Алмаз фактически был превращен в газ и окислен Происходит химическая реакция, и уголь при взаимодействии с пламенем превращается в углекислый газ Следующий этап в этом процессе трансформации – преобразование углекислого газа в графит Что навсегда изменит первоначальную форму алмаза Вы можете видеть, как алмаз в течение длительного времени, подвергающийся воздействию высокой температуры и низкого давления, может полностью превратиться в графит В этом случае он никогда не доберется до поверхности Земли Этот эксперимент показывает, что в теории алмазы не могут пережить путешествие сквозь земную кору Так как же им это удается? А ответ на этот вопрос мы сможем найти на Луне Здесь оранжевая земля Хорошо, не трогай ее, пока я не посмотрю Лунная экспедиция Аполлона, 17, 1972 год Астронавт Джек Смит делает открытие Так и есть Я вижу ее отсюда, она оранжевая Он находит застывшие капли стекла, разбросанные по поверхности Это фантастика, дорогие телезрители, она действительно оранжевая Это невероятно Сегодня они обладают большей ценностью, чем алмазы Для планетарного геолога Джима Хэда они стали настоящим источником вдохновения Это стеклянные шарики с Луны Рассматривая их и пытаясь понять, как они появились, мы получили представление о том, как образуются кимберлиты То есть, каким образом алмазы попадают на поверхность Лунной гравитации атмосферы недостаточно для того, чтобы придать каплям шарообразную форму Хэт понимает, что они должны были сформироваться в глубинах мантии Где углекислый газ сыграл свою роль в постепенном выталкивании их на поверхность Это было как прозрение Мы подумали, если это происходит на Луне, не может ли это объяснить процесс выхода алмазов на поверхность на Земле? Вещество из земной мантии обычно попадает в кору при очень высокой температуре и очень медленно Продвигаясь всего по несколько сантиметров в год Однако, если бы алмазы двигались так медленно, они бы оказались уничтожены Это всегда было главной загадкой в изучении алмазов Как им удается подниматься на поверхность из глубин земной коры буквально за считанные минуты? Может, за часы? Непонятно? Хэт развивает теорию, объяснившую быстрое формирование кимберлитов И следующий за ним выброс алмазов на поверхность Процесс начинается на глубине 250 километров в мантии Где жидкий углекислый газ выталкивает вверх обогащенную алмазами магму Когда на большой глубине в коре появляется трещина, там образуется зона низкого давления Там начинает накапливаться газ, выделяющийся из расплавленного камня Этот газ становится причиной перепада давления, который выталкивает его на поверхность Когда этот углекислый газ пробивает поверхность земли, жидкость расширяется, превращается в пар И выбрасывается в воздух, подобно вспенившейся газировке Только скорость ее достигает 5000 километров в час Этот газ будет выходить очень быстро Это будет похоже на огромный реактивный двигатель, выпускающий в воздух гигантскую выхлопную струю По сравнению с этим, извержение вулкана на горе Святой Елены покажется просто детской игрушкой Полость глубиной в 3 километра может опустошиться всего за 10 секунд, принеся в себе алмазы из земной мантии Одно из положений и теории Хэда гласит, что для образования Кимберлита необязательно необходим район высокой вулканической активности Выброс алмазов к поверхности может произойти в любой точке земного шара Теперь наша машина берет курс на юг Вскоре мы узнаем, что происходит, когда земная кора разрушается в результате природных катаклизмов Машина продолжает свое путешествие Она уже проделала путь более чем в 51 тысячу километров вокруг Земли И достигла полуострова Юкатан в Южной Мексике Состав коры здесь меняется с океанического базальта на континентальный гранит Мы находимся под метеоритным кратером Чиксулуп Одна часть которого находится на суше, а другая в океане Он образовался в результате столкновения с землей астероида диаметром 10 километров Энергия удара была эквивалентна взрыву 100 миллионов мегатонн тротила Это в 6 миллионов раз больше, чем при извержении вулкана Святой Елены в США Планетарный геолог Питер Шульц исследует это разрушительное столкновение Это невозможно даже себе представить Единственное, что мы можем сделать, это провести эксперимент в замедленном режиме Как в кино, когда замедляются изменения в изображении Шульц пришел в научно-исследовательский центр НАСА имени Эймса в Северной Калифорнии Чтобы смоделировать столкновения Он готовит эксперимент Толстый слой пемзы и керамических микрочастиц представляют собой мантию Более тонкий слой розового песка поверх него будет играть роль коры Трех с половиной метровая пушка выстрелит в ящик с песком крошечным стеклянным шариком На скорости почти в 5 километров в секунду Точность очень важна Если ящик с песком будет расположен всего на долю сантиметра в сторону Крошечный стеклянный астероид не попадет в цель Заглянув внутрь, мы сможем увидеть там отверстие в форме кратера То же самое происходит при необычайно сильном столкновении Земли с астероидом Пушка заряжается И наводится на цель Это потрясающе Здесь мы видим, как наше вещество плавится и испаряется Скорости, на которой шарик вылетел из пушки, было достаточно, чтобы он смог облететь вокруг Земли и вернуться Кратер формируется очень быстро под воздействием ударной волны от столкновения Сила удара настолько велика, что стеклянный шарик насквозь пробивает розовую кору и доходит до самой мантии То, что было мантии, теперь восстанавливает свою форму И кратер как бы выворачивается наизнанку Когда мантия начинает подниматься Похожего эффекта можно добиться в плавательном бассейне Представьте, что этот человек, приближающийся к Земле, метеорит Он отталкивается от доски и прыгает в воду Из эпицентра его падения поднимается столб воды Подобным образом из кратера выбрасывается мантия Сначала кора была вогнута под ударом, но теперь снова начинает подниматься И чем дальше, тем менее глубоким будет оставаться кратер Примечательно, что кора сама восстанавливает свою форму Однако Шульц полагает, что это не могло произойти быстро Кратер затягивался в течение многих дней Из-за того, что мы создали в теле планеты такое большое отверстие Ей пришлось самой залечивать свою рану Сегодня на поверхности Земли осталось немного свидетельств этих процессов Однако эффект от них был намного более ощутим Ученые полагают, что именно астероид стал причиной вымирания динозавров Возможно, это было неизбежным последствием проникновения в земную кору чужеродного объекта Падение метеорита Чиксулуп привело к страшным катаклизмам Мы даже не можем представить себе ту силу, с которой он врезался в землю И какая при этом выделилась тепловая энергия По всей планете должны были подняться страшные цунами В некоторых местах стало очень жарко, в некоторых очень холодно Это была иллюстрация к Аду Данте, совмещенной с картинами страшного холода Наша подземная машина выходит на заключительный отрезок Своего кругосветного путешествия сквозь земную кору Она покидает Мексику и уходит вглубь, под дно Атлантического океана Мы близки к тому, чтобы совершить самое удивительное открытие нашего путешествия Машина выходит в воду в районе Срединоатлантического хребта Здесь как будто не хватает целых 300 квадратных километров земной коры Это неожиданное открытие дает ученым уникальную возможность заглянуть в недра земли, обычно скрытые корой 2007 год Подводный геохимик доктор Брэмли Мертон в составе команды британских ученых Прибывает в этот район для проведения исследовательских работ Глубоководный аппарат посылает ученым гидролокационные сигналы с одноморя с глубины 3000 метров Один из участков океанического дна сильно отличается от того, что наблюдается вокруг Мы довольно быстро заметили, что это был словно шрам на дне моря Как будто в коре земли образовалась открытая рана Широкие полосы каменных пород образуют огромный купол длиной в 10 и шириной в 15 километров Моя команда, мои коллеги и я работали с океаническим дном уже в течение 10-15 лет Но никогда не видели ничего подобного Это было просто невероятно Из шрама на дне океана они берут образцы пород В них обнаруживается нечто необычное Это одна из самых распространенных пород камня на планете Дело только в том, что обычно он находится в недрах планеты То есть мы взяли образцы пород со дна океана и обнаружили камень из земной мантии Возраст которого не менее нескольких тысяч лет Это было крайне необычно и удивительно На дне океана отсутствует участок коры На ее месте из разлома выглядывает земная мантия Мертон объясняет это на примере апельсина В области средины Атлантического хребта, где мы работаем в Коре Образовалась трещина Посмотрите, если я разрежу апельсин В месте разреза появится как бы расселенно На этой схеме показано, как в области расширяющегося разлома Тектонические плиты движутся в противоположном друг от друга направлении Под воздействием высоких температур и магмы Со скоростью примерно 2,5 сантиметра в год Магма же выходит на поверхность и образует новую океаническую кору Однако здесь все происходит иначе Вместо того, чтобы на поверхность выходила новая лава Одна плита отодвигается от другой И по мере того, как это происходит, обнажаются внутренности апельсина То есть внутренности земли Мертон и его коллеги теперь начинают понимать процесс В ходе которого образуется новая земная кора Здесь этот процесс еще только начинается Но ученые уже видят в этом открытии большие перспективы Оно может обернуться новыми научными прозрениями Способные разгадать тайны малоизученных глубин нашей планеты Путешествие нашей машины подошло к концу Мы совершили полное кругосветное путешествие Мы искали нефть Побывали на месторождении алмазов Странных посетителей земной коры Мы проезжали сквозь магму И находили следу в разломе Сан-Андреас И обнаружили, что земная кора Может содержать в себе то, из чего зародилась жизнь на планете Земная кора – источник неиссякаемых богатств Она защищает нас и обеспечивает многими необходимыми для жизни веществами Это воображаемое путешествие невозможно повторить в реальности Однако оно наглядно показало, что земная кора – это больше, чем просто камень у нас под ногами Программа озвучена студией Арк-ТВ Текст читал Александр Гаврилин Ее диаметр 100 тысяч световых лет Ее масса в триллионы раз превышает массу нашего Солнца Она началась 13 миллиардов лет назад И она до сих пор еще строится Это наша галактика Млечный путь Млечный путь – очень активная галактика Она похожа на строительную площадку На ней все время что-то происходит Старые звезды умирают А из них рождаются новые Посреди этой строительной площадки лежит наша маленькая Солнечная система и еще кое-что Можно сказать, что Млечный путь – это наша семья Звезды, рядом с которыми мы путешествуем по Вселенной, сплотившись вокруг общего центра Между ее далеко тянущихся спиральных рукавов спрятана разгадка того, как мы родились И как все это закончится В ясную летнюю ночь звезды Млечного пути раскрываются, как сверкающее знамя по всему небу Древние египтяне видели в нем переход в другой мир Имя первыми ему дали греки Млечный путь произошел от слова «галакос» – молоко по-гречески И хотя раньше мы считали, что живем в центре Вселенной Сегодня мы знаем, что живем даже не в центре нашей галактики Когда мы смотрим в ночное небо и видим этот путь, который мы называем Млечным Мы, в принципе, видим спиральный рукав, ближайший к центру нашей галактики Отсюда мы не можем видеть центра галактики, а лишь один из ее рукавов, находящийся на самом близком к нам расстоянии Когда мы смотрим на Млечный путь, мы как будто видим сбоку монету Мы не имеем представления о ее настоящей форме Если бы мы смотрели на нее сверху вниз, мы бы увидели плоский диск, похожий на фрисби Мы бы увидели ее во всем великолепии Мы бы не видели ее толщины, но мы бы увидели ее всю Можно провести аналогию между Млечным путем и городом Существует центр, в котором строят небоскребы Там постоянно что-то происходит И это, без сомнения, наша галактика От центра можно перебраться в пригород Там более спокойная жизнь, более расслабленная Там можно растить детей Вот там-то мы и живем Наша солнечная система находится между спиральных рукавов На расстоянии 26 тысяч световых лет от центра Наша галактика настолько велика, что Земле требуется более 200 миллионов лет, чтобы один раз обогнуть ее Солнце находится в обычном районе недалеко от центра города Но если мы стоим в центре этого района, мы не знаем, как он выглядит с другой стороны города Потому что мы не можем ее видеть Чем дальше от центра к пригородам мы отходим, тем уменьшается население В галактике тоже есть свои трущобы И свое гало, которое окружает самые старые звезды Кружащие вокруг галактики Галактика не заканчивается в гало Млечного Пути Она заходит далеко за наш район До группы галактик, называемых местной группой Если принять Млечный Путь за Лос-Анджелес То прилегающие галактики можно рассматривать как штат Калифорния И вместе эти галактики составляют государство Кроме нашего огромного Млечного Пути И галактики Андромеда не менее гигантской Местная группа состоит почти из 50 более мелких галактик Ближайшие из которых находятся от нас на расстоянии 40 тысяч световых лет Ближе всех к нам находятся две галактики-спутницы Большое и малое Магелланово облако Которые находятся на нашей орбите и хорошо видны в южном полушарии Это маленькие галактики Но в местной группе есть несколько десятков таких галактик А вот больших галактик гораздо меньше Одно из преимуществ жизни на краю галактики Это возможность видеть, что делается вне галактики Мы можем видеть остальную Вселенную, даже другие галактики И галактики, находящиеся за пределами нашей группы Внутри гала Млечного Пути лежат массивные шаровые скопления Шаровые скопления — это скопления из большого количества звезд Четко очерченной симметричной формы Это этнические соседи Млечного Пути Эти шаровые скопления образовались, когда галактика была совсем юной Они были одними из первых звезд Некоторым из них 12-13 миллиардов лет И в них входят от 100 тысяч до миллиона звезд Шаровые скопления древние, как сама Вселенная Дали нам понятие о нашем месте в галактике Мы видели эти шаровые скопления в небе Но их центр был очень далеко от нас И это было первым мерилом того, где должен быть центр галактики Они движутся не по нашей орбите, а по какой-то другой В 27 тысячах световых лет от нас Мы не можем достаточно отдалиться, чтобы их увидеть Но глядя на другие галактики и сравнивая то, что мы знаем о нашей Мы получаем довольно полную картину о Млечном Пути Когда мы впервые увидели галактику в телескоп, мы и не знали, что это галактика Мы думали, это просто туманности в нашей галактике И просто любовались их прекрасной спиральной формой Поэтому вполне естественно, что галактики отличают по форме Астрономы выделяют четыре основные формы галактик Эллиптические, состоящие из старых звезд и не вращающиеся Линзообразные или дисковые галактики Маленькие и без звездного формирования Неправильные, не имеющие никакой формы, как Магелланово облака в местной группе И спиральные, к которым относится Млечный Путь Он — цевочное колесо молодых и старых звезд, двигающихся по окружности в космосе Когда-то считали, что эллиптические галактики превращаются в спиральные Или что спиральные сливаются в эллиптические Было очень трудно понять последовательность Но мы знали, что эллиптические галактики очень крупные Центавра А, деформированная эллиптическая галактика, находящаяся от нас в 13 миллионах световых годах Позволяет понять, почему эллиптические галактики такие большие Существует много доказательств, что спиральные галактики поглощались более крупными галактиками Поэтому возможно, что эллиптические галактики, которые мы видим Образовались в результате слияния спиральных и других Нашему Млечному Пути поглощение в ближайшем будущем не грозит Но сердце нашей спиральной галактики раскрыло нам свой секрет Лишь недавно мы узнали, что Млечный Путь — это не классическая спираль, а спираль с перемычкой С перемычкой из ярких звезд, выходящей из центра и пересекающей галактику посередине Эта перемычка тянется на 27 тысяч световых лет И это самая популярная перемычка в галактике Сила гравитации притягивает к ней 30 миллионов звезд Перемычка в центре нашей галактики — это результат силы тяжести Гравитационного воздействия звезд, создающих диск и балдж в центре его Эта сила заставляет звезды скапливаться на балдже В центре Млечного Пути находится галактический центр — балдж Он в основном состоит из звезд возраста 10-11 миллиардов лет Размер балджа зависит от самого поразительного элемента галактики — сверхмассивной черной дыры Черная дыра может легко поместиться между Солнцем и Землей Но его масса в 4 миллиона раз превышает массу Солнца Это большая цифра, но в центре других галактик есть черные дыры в миллиарды раз превышающие массу Солнца Хотя мы называем это сверхмассивная черная дыра Но по сравнению с другими черными дырами Она крошечная Черные дыры невозможно увидеть, потому что они не источают свет Астрономы определили центр этой галактики с помощью радиоволн со звездей Стрельца звезде Стрельца А Это открытие вызвало много шума Черная дыра в центре нашей галактики вертится и делает это со скоростью 1 виток за 11 минут И во время этого витка он засасывает близлежащие звезды Они движутся по ее орбите со скоростью 5 миллионов километров в час Черная дыра больше всего влияет на центральную часть галактики Мы не чувствуем ее притяжения, потому что мы находимся на самой дальней орбите галактики Колоссальные силы черной дыры сдерживают огромные размеры Млечного Пути Название Млечный Путь кажется таким добрым и милым, названием шоколадки Но на самом деле галактика Млечный Путь это чудовище Она огромная Когда мы думаем, как огромна наша Солнечная система Сколько лет длится полет до Юпитера или Сатурна Если бы вся Солнечная система была размером с компакт-диск Млечный Путь был бы размером с планету Земля Меня всегда поражали ее размеры И это еще не все Возможно, что не все интересное в галактике происходит в ее центре Но и в ее рукавах тоже не слишком скучно Именно здесь возникают новые районы и рождаются новые звезды Это наша галактика Это трудно осознать, и мы только начинаем изучать ее Наше отдаленное положение не позволяет нам видеть все А тучи космической пыли застилают нам вид Даже самый мощный телескоп не может проникнуть сквозь темноту И если мы хотим изучить Млечный Путь, мы должны заглянуть за то, что позволяют нам видеть глаза Со всеми своими размерами и пустотами Млечный Путь очень активен и населен потрясающими феноменами Звездными скоплениями, туманностями, торгающимися из других галактик Технология заставляет нас пересмотреть старые взгляды И показать нам то, о существовании чего мы не предполагали Пятнадцать секунд Космический корабль послан на новые горизонты На край нашей Солнечной системы Мы живем на пыльной планете, в пыльной галактике, в пыльной вселенной Но пустой космос не так уж пуст Оптические телескопы не видят дальше пыльного облака А оно совсем не так далеко Большая часть галактики нам вообще не видна из-за облака Эти облака загораживают нам свет от большей части звезд в галактике Удивительно, как мало света доходит до нас с яркого Млечного Пути И только потому, что его загораживает пыль Но видимый свет — это лишь толика энергетического спектра и радиоволн Проникающих туда, куда не пробиваются лучи света В туманный день очень трудно видеть далеко невооруженным глазом Но ты все же сможешь слушать радио или смотреть телевизор Способность радиоволн проникнуть через космическую пыль Невероятно важна для изучения звезд Но их использование было открыто случайно Карл Дженский, инженер в лаборатории Белл в Нью-Джерси Поставил в 1933 году антенну, чтобы найти источник статики на телефонных линиях В его удивлении он выяснил, что помехи шли из центра галактики Из созвездия Стрельца И только спустя десятилетия ученые поняли, что Дженский сделал тогда открытие Небесные тела испускают электромагнитное излучение Так была рождена радиоастрономия Но радиоволны были лишь началом Глаз не может видеть весь свет, поэтому нужна технология Лучше всего видеть Вселенную в другом свете С помощью инфракрасной камеры Инфракрасная камера видит лишь волны, созданные теплом А потом превращает их в то, что способен увидеть человеческий глаз Через эту линзу не проходит никакой свет, только тепло И мы можем видеть все, что она снимает Три, два, запуск В 2003 году был запущен космический телескоп Спитца Для наблюдения космоса в инфракрасном диапазоне Он был запущен для изучения самых молодых звезд и самых дальних галактик Камеры на Спитцере намного чувствительнее В миллионы раз чувствительнее этой камеры Но работают по тому же принципу Эта камера не направлена в небо Она помогает здесь, на Земле, пожарным Она способна видеть в комнате полной дыма Отслеживая тепло потерявших сознание или недвигающихся людей Та же технология позволила астроному Сьюзан Столове Видеть на 26 тысяч световых лет и разглядеть центр галактики как никогда Эта мозаика с высоким разрешением была составлена из 12 тысяч снимков Сделанных телескопом Спитцер Это невероятное количество данных Но телескоп сделал эти снимки всего за 16 часов Этот конкретный участок галактики располагается на территории Четырех полных лун в одном направлении И трех полных лун в обратном Что равнозначно длине 900 световых часов и высоте 700 световых часов Это лишь маленькая часть Вселенной Но это нечто потрясающее Еще несколько десятилетий назад мы не изучали центр галактики Лишь потому, что не видели его Только один луч на триллион может проникнуть через облако пыли Но использование инфракрасных лучей, радио или магнитных волн позволяет нам видеть происходящее Волны разной длины открывают нам разные аспекты галактики Потому что они по-разному проходят через разные помехи Радиоволны обладают наименьшей энергией и наибольшей длиной Но большинство небесных тел их поглощают За ними идут инфракрасные лучи Видимый свет и ультрафиолет Сильные рентгеновские лучи, длиной схожей с размером атома Исходят из черных дыр и от сверхновых звезд Мощнейшие гамма-лучи рождаются при столкновении или умирании субатомных частиц Как в случае взрыва звезды при температуре миллиард градусов Все эти волны вместе дают астрономам полную картину активности и формы нашей галактики Для изучения космоса необходимы волны любой длины Различные длинные волн электромагнитного спектра Сродни скрипичным струнам В музыке используется много различных звуковых волн для передачи музыкальной идеи В этом произведении вы слышите различные низкие и высокие ноты Но если бы мы ограничили себя только оптическим спектром Мы бы слышали только два звука С помощью волн различной длины, чем больше мы наблюдаем, тем больше мы узнаем Недавно мы открыли две маленькие галактики, столкнувшихся с Млечным путем Не знали мы об их существовании лишь потому, что их скрывало облако пыли Мы живем в облаке, только мы этого не знаем Но ультрафиолет разрезает пыль И запустив инфракрасные телескопы в небо, мы увидели эти маленькие галактики С нашей проблематичной позицией в Млечном пути трудно понять, как выглядит наша галактика Радио и оптические телескопы дают нам лишь смутное представление Но чтобы получить полную картину, мы должны посмотреть дальше Как нам понять нашу галактику? Во-первых, глядя на другие галактики Мы пытаемся понять, как они выглядят, что в них есть И найти параллели с нашей Например, облака газа, выглядящие как спиральные рукава Нам удалось увидеть такие рукава в нашей галактике Поэтому мы думаем, что они связаны, как рукава других галактик, которые мы видим Мы знаем, что главные четыре рукава Млечного пути находятся в центре галактики, как широкие улицы От внутреннего рукава к внешнему они называются Норма Щит Южного Креста Стрелец И Персей Если рукава это пригороды галактики, то наша Солнечная система живет на тихой тупиковой улице Между рукавами Стрельца и Персея в области, именуемой рукавом Ориона Всего Млечный путь состоит из 200-400 миллиардов звезд, находящихся в постоянном движении Мы движемся по орбите галактики, мы постоянно меняем наше положение Мы считаем, что Солнце находится на одном расстоянии от центра, но если честно, мы уже побывали во всех рукавах галактики Спиральные рукава называются волнами плотности Это места, в которых соприкасаются газ и звезды Волны плотности движутся по спирали, а над ними и сквозь них движутся миллиарды звезд Вспомните Тур-де-Франс Все велосипедисты движутся вперед Иногда они собираются вокруг одного велосипедиста, а иногда движутся за ним Таким образом ведут себя и спиральные рукава Звезды движутся по ним, как велосипедисты Иногда более кучно, иногда менее И они находятся в постоянном движении Звезды не двигаются в одиночку Шаровые скопления населяют галлы галактики А галактический диск открыт для рассеянного скопления галактик Эта группа молодых звезд едва держится вместе благодаря взаимному притяжению Смысл рассеянного скопления в том, что звезды свободны, они могут уйти Эти созвездия состоят из множества вместе образованных, зачастую из огромного облака пыли и газа звезд Со временем они отделятся друг от друга и разбредутся по галактике Астрономы нашли около 20 тысяч рассеянных скоплений в галактике Звездное скопление Плеяды находится ближе всех к нам Оно образовалось 100 миллионов лет назад И просуществует еще 200 миллионов, прежде чем рукава галактики его разрушат Ближе всех к нам находящееся Солнце движется по орбите одно И возможно когда-то и оно было частью рассеянного скопления Солнце, звездные скопления, наша собственная планета, вся галактика и Вселенная за ней Образовались из пыли и газа Частицы, которые сегодня загораживают нам в вид, они и помогли нам родиться И создающая звезды машина все еще работает Нет ничего красивее заката Солнца Но за все это мы должны благодарить пыль и газ Садящееся Солнце кажется желтым, оранжевым или красным по двум причинам Во-первых, молекулы воздуха в атмосфере распространяют фиолетовый, голубой и зеленый свет во всех направлениях И позволяют желтому, оранжевому и красному свету достичь наших глаз Частицы пыли, дыма или тумана, находящиеся в атмосфере, поглощают голубой свет больше, чем красный Даже небо голубого цвета Ничто иное, как оптический обман Почему небо голубое? Газы, наполняющие атмосферу, не голубые Но когда солнечный свет проходит через атмосферу Короткие лучи, голубые, преломляются больше красных, более длинных Поэтому небо, куда ни смотри, будет голубым Космос темный, потому что в нем недостаточно газа или пыли, чтобы вернуть свет миллиардов звезд Космос вакуум, но он несовершенен Млечный путь, самая большая часть галактики, 15% своей массы получила благодаря пыли и газу Газовые облака могут простираться на сотни и тысячи световых лет И давать исходный материал для создания новых галактик Места скопления космической пыли и газа называются туманностями Эффект, производимый ими, потрясает взоры землян Хороший пример — туманность Ориона в созвездии Ориона В этом районе рождаются звезды, поэтому газ вокруг них светится Они изучают флуоресцентный свет, отражающийся от массивных звезд, находящихся вблизи туманности Эта туманность сияет ярко, ее сияние видно даже невооруженным глазом Ее снимки — одни из первых фотографий туманности 50 миллиардов лет назад Землю окружала сияющая туманность Солнце и другие планеты были созданы под действием гравитации Орион, содержащий горячие звезды, ионизирует газ в ультрафиолетовых лучах И это называется диффузной туманностью Астрономы выделили еще два вида туманностей Существуют отражательные туманности В них космическая пыль просто отражает свет ближайшей звезды Например, туманность — голова ведьмы Она отражает свет звезды Ригель, которая находится поблизости Отражательные туманности кажутся голубыми, как и небо, по той же причине Голубой свет преломляется больше красного Третий вид туманности называется темным Например, туманность — конская голова Когда умирают звезды небольшой массы, как наше Солнце Они создают туманность, названную планетарной Эти туманности краткосрочны, например, кошачий глаз Они выбрасывают материю обратно в галактику И она может стать основой для создания новых звезд и планет Так же, как и звезды, умирая, выбрасывают облака пыли и газа Так и пыль и газ могут слиться в новую планету На строительных участках сносят старые и строят новые дома Похожие процессы происходят и в галактике Млечного Пути Старые звезды взрываются, выбрасывают материю, газ и пыль, из которых создаются новые звезды Туманности — это центр галактических циклов Центры разрушения старого и нового Цикличность свойственна не только Земле Это закон космоса, закон природы На самом деле наш организм тоже создан из материи, которую когда-то в древности выбросили звезды Еще до возникновения Солнечной системы Каждое следующее поколение звезд создает более твердые основы И они становятся основой других объектов, создающихся во Вселенной Большая часть молодых и горячих звезд в галактике Млечного Пути возникли в ее спирали Облака газа окутывают галактику, как звезды Они сжимаются, когда проходят через спираль Следует помнить, что спираль — это всего лишь скопление звезд Поскольку скопление звезд в нем чуть больше, облака газа сжимаются Это сжатие позволяет силе притяжения поймать газ в ловушку Таким образом звезды образуются легче, чем в других уголках галактики Довольно часто звезды умирают в спирали, поскольку чаще они там создаются Они жертвы своей гигантской массы Чем массивнее звезды, тем они ярче Тяжелые звезды имеют очень большую яркость и очень быстро вырабатывают топливо Поэтому массивные звезды живут относительно недолго И поэтому остаются там же, где и родились В спирали, поскольку у них нет достаточно времени, чтобы удалиться от места своего рождения Мы можем предсказать будущее части звезд Но довольно часто нам трудно узнать их историю Но современные технологии раскрывают новые секреты одной звезды, которую много исследовали Майра Эй Эту звезду астрономы любят уже 400 лет Она хорошо видна на ночном небе Недавно телескоп Галакси заснял звезду в невидимых ультрафиолетовых лучах И обнаружила, что звезда оставляет след длиной 13 световых лет Мы думаем, причина в том, что звезда прокладывает путь сквозь газ Газ нагревается ударной волной, подобно волнам, ударяющимся о борт корабля И становится горячим В целом звезда ведет себя как лодка на воде Когда видишь скорость этой звезды около 470 км в час И сравниваешь данные, обнаруживается, что ее вслед тянется уже 30 тысяч лет Мы не можем предвидеть, куда повернет Солнце внутри галактики Оно может вступить во взаимодействие с разными объектами Но историю и траекторию этой звезды мы знаем И это поможет нам понять, что происходит в галактике И как вращаются звезды вокруг ее центра Находящиеся в галактике Млечного Пути молодые звезды имеют в своем распоряжении большое пространство Но в галактике, несмотря на это, теснота похожа на тесноту города Ближайшая к Солнцу звезда находится на расстоянии 4 световых лет И когда мы смотрим на ночное небо, даже в светлую ночь Мы видим не больше 2-3 тысяч звезд Но если бы наша планета находилась в центре галактики На небе сияли бы миллионы звезд так сильно, как раньше нам не приходилось видеть Так сильно, что не было бы ночи, а был бы только день Наша жизнь полностью изменилась бы Благодаря чему мы находимся там, где находимся? Ученые считают, что во многом дело в силе тяготения Сила тяготения — двигатель галактики Она подпитывает центр галактики Галактики очень похожи на города тем, что все время меняются Строятся заново и просыпаются к жизни Нет сомнений в том, что галактика Млечного Пути миллиарды лет назад выглядела совершенно иначе Скорее всего, она была намного меньше и не обладала сегодняшней спиралевидной формой Если уменьшить силу тяготения, создастся естественный диск Диски находятся повсюду, наша Солнечная система — диск Наша галактика — тоже диск Так звезды начинают двигаться по кругу в одинаковом направлении И как и в городах, не все звезды местные Существуют звезды, родившиеся вне галактики, перешедшие в нее и начавшие влиять на нее Если приблизится другая галактика, это повлияет на движение звезд И возможно она повлияет на возникновение спирали Поэтому, возможно, спиралевидная форма доказывает, что Млечный Путь состоит не только из одной галактики, а из нескольких, слившихся много лет назад Когда-то, центр галактики был для нас тайной До тех пор, пока не были открыты рентгеновские лучи Одним из первых способов узнать, где именно находится центр галактики, был рентгеновский телескоп Рентгеновские лучи сумели проникнуть в галактические пыль и газ Мы не можем увидеть сияющий центр галактики Но рентгеновские лучи улавливают горячий и сияющий центр Звезда, излучающая рентгеновские лучи, связана со светомассивной черной дырой в центре галактики Черная дыра не позволяет распылять свет и рентгеновские лучи Сияние газа, притянутого силой тяготения черной дыры, нагревается до миллионов градусов Звезды движутся с огромной скоростью Например, в самых крайних случаях мы видели звезды, проходящие мимо черной дыры на скорости 10 тысяч километров в секунду Это все равно, что обогнуть мир за 4 секунды И мы говорим о целой звезде, движущейся с такой скоростью Если сосредоточиться на центре нашей галактики, мы увидим, что в нем есть невидимое чудовище Они вращаются вокруг огромной массы, и по траектории их движения можно сделать вывод, что масса центра в 3 или 4 миллиона раз больше массы Солнца Мы не знаем, что образовалась раньше галактика или черная дыра, но мы знаем, что дыра существует, и она огромна Несмотря на силу и странность, сверхмассивная черная дыра не выделяется в масштабах галактики Млечного Пути И в других спиралевидных галактиках, и в больших эллиптических, в центре существуют сверхмассивные черные дыры Их масса в миллионы раз больше массы Солнца, и может быть, больше даже в миллиарды раз Звезды, окружающие черную дыру, достаточно древние Многие из них красные гиганты, в сотни раз больше Солнца Центр галактики наполнен ими Как центр города, заполнен людьми И как и люди, звезды ведут себя иногда странно Большая часть звезд движется вокруг черной дыры Но в этом районе так много звезд, давящих друг на друга, что они постоянно сталкиваются И из-за этого несколько меняется траектория их движения Столкнувшаяся звезда может потерять свою атмосферу и остаться только с ядром Крайне редко звезда может попасть в черную дыру и исчезнуть Но вокруг черной дыры происходит и кое-что еще Этот опасный район служит детским садиком для звезд Звезды быстро движутся вокруг черной дыры Это молодые звезды, недавно родившиеся Мы называем это парадоксом юности Трудно понять, как рождаются массивные и молодые звезды Вблизи черной дыры, но это происходит Последнее время астрономы обнаружили, что не все звезды, пойманные в поле черной дыры, остаются там навсегда Некоторые освобождаются и отправляются поглядеть на мир Их скорость огромна, почти 2,5 миллиона километров в час На такой скорости звезды могут покинуть галактику Что интересно в плане сверхбыстрых звезд, это то, что их скорость объясняется толчком сверхмассивной черной дыры Для баллистической скорости звезды нужны определенные условия Вообще-то, нужны две звезды Большая часть звезд на небе не одиночки Это пары звезд Бинарные звезды Они притягиваются друг к другу силами притяжения Такая пара звезд в центре галактики может быть задета ближайшими звездами И от толчка подойти слишком близко к черной дыре Когда это случается, в момент, когда сила притяжения черной дыры превосходит силу притяжения, связывающую две звезды Эти звезды отделяются друг от друга Одна из них попадает в ловушку черной дыры Отправила в непосредственной близости от нее А вторая получит всю энергию и вылетит наружу с огромной скоростью Если бы галактика была городом, а звезды были бы машинами или пешеходами Сверхбыстрая звезда была бы похожа на самолет Или поезд-экспресс на большой скорости, выезжающий из города Если бы вы попали на сверхбыструю звезду, это было бы незабываемо Вы увидели бы небо, где звезды сияют, словно полная луна Но пейзаж быстро менялся бы, поскольку сверхбыстрая звезда Слишком быстро покидает галактику Галактики находятся в постоянном движении, как огромное колесо или метрополитен В центре города находится черная дыра, сверхмассивная Она вращает вокруг себя звезды на скорости один оборот за 11 минут С места, где находится Земля неподалеку от центра, ее оборот продолжается 250 миллионов лет Наша Солнечная система совершила такой оборот всего 18 раз Из-за необъятного размера галактики Млечного Пути мы легко забываем о том, что она всего лишь часть космоса Люди, слышащие о расширении космоса, ошибочно думают, что расширяется все В действительности со мной этого не происходит Мои атомы не меняют размер, все остается таким же Земной шар не удаляется от Солнца Космос влияет только на небесные тела, связанные между собой силой притяжения Поскольку силы притяжения звезд в галактике Млечный Путь больше, по сравнению с силой притяжения вне галактики Космос не влияет на нашу Солнечную систему Наша галактика Млечного Пути, спиралевидная галактика, находится на грани столкновения с другой спиралевидной галактикой Ближайшая к нам спиралевидная галактика Андромеда Мы думаем, что через 3-4 миллиарда лет эти галактики столкнутся в одну Будет интересно посмотреть, что будет По-видимому, слияние двух звезд не случится Несмотря на то, что две галактики содержат миллионы звезд, расстояние между ними грандиозно Между ними может случиться взаимодействие У них изменится скорость и траектория движения В конце концов, взаимодействующие спирали могут отделиться, и возникнет эллиптическая галактика В итоге, несколько десятков галактик станут частью одной супергалактики А потом гигантская галактика начнет постепенно терять звезды В результате воздействия силы притяжения на эти самые звезды Некоторые выйдут за ее пределы во внегалактический космос Когда возник Млечный Путь, в нем быстро появились звезды, которые возникли из материи, порожденной большим взрывом Чем старше становится галактика, тем медленнее появлялись звезды От нескольких сотен в год до 5-6 на сегодняшний день Со временем галактика очень изменилась Мы не знаем, как она выглядела в далеком прошлом Но, скорее всего, в ней было больше пыли и газа, чем звезд Также возможно и то, что в ней были гигантские звезды Эти ранние звезды взорвались и разнесли материю и новые элементы, из которых возникли звезды поменьше Второе поколение звезд, за которым последовала третья Молодые галактики и сейчас еще наслаждаются быстрым рождением звезд Мы наблюдаем галактики с интенсивным появлением звезд по сравнению с нашей Эта интенсивность рождения звезд в десятки, а то и в сотни раз превышает данные в нашей галактике С каждым поколением интенсивность рождения звезд снижается, а галактика Млечного Пути существует уже 13 миллиардов В нестоль далеком будущем, человек заберется в ракету Сядет на открытую платформу И поднимется на высоту 200 километров В высокотехнологичном скафандре он будет наслаждаться бесподобным видом через покрытый кварцем шлем Вид с низкой орбиты завораживает Наверху видна чернильная тьма внешнего космоса и звезды, которые мерцают даже днем А внизу туманная голубизна огромного океана, прямо под ногами Это космический дайвер Новый вид экстремалов Отстегнувшись от защитного ремня и встав на краю космоса Он последний раз оглядывает Вселенную и прыгает к Земле, постепенно ускоряясь Космодайвинг Одна из футуристических идеи использования земной орбиты Это область вокруг Земли на высоте 200 километров над уровнем моря Это дом спутников и космической станции И если разработчики космических скафандров преуспеют, дом экстремального развлечения, космодайвинга Орбиты Земли это окно во Вселенную Возможно, она дополнит Землю в области производства, исследований и развлечений Но обстановка на орбите отличается от поверхности Здесь нет кислорода Пропадает и атмосфера, защитный щит планеты Опасности космоса подстерегают отважного исследователя Мы забываем, что внешний космос опасен Что там есть космическая радиация Солнечные вспышки, метеориты, космические камни Это препятствие на пути заселения космоса Как и скайдайверам, которые выпрыгивают из самолетов навстречу Земле Космодайвинг тоже может пощекотать нервы Но сама идея основана на серьезных устремлениях Доктор Джонатан Кларк, авиационный врач морской пехоты И бывший военный парашютист Единственный, кто интересуется космодайвингом по профессиональным причинам Меня перевели в НАСА работать над космическими операциями А моя жена стала астронавтом Колумбия Хьюстон, проверка УВЧ Она погибла в 2003 году в шаттле Колумбия Военные пилоты привычно эвакуируются из падающих самолетов Но на данный момент астронавты не способны эвакуироваться из космолета при чрезвычайной ситуации В одном проценте случаев происходит отказ в работе ракеты-носителя Или катастрофа в космосе Возможно, облачение скайдайверов обеспечит дополнительную защиту астронавтам Его первая проверка – прыжок с высоты 50 км Чтобы пережить вход в атмосферу, не обойтись без следующих компонентов Защитный цельный комбинезон, который спасает при температурах от минус 40 градусов по Цельсию до 240 градусов при вхождении в атмосферу Реактивные двигатели на перчатках, чтобы управлять проекторией тела в невесомости Замкнутая кислородная система, которая будет удалять углекислый газ в 10-минутном полете домой Дормозной парашют, чтобы стабилизировать прыгнувших по мере приближения к Земле И обычный парашют, который раскроется на высоте 1 км Прыжок будет захватывающим За первые 2 минуты свободного падения, прыгун достигнет скорости в 4000 км в час Сопротивление атмосферы нагреет скафандр до 245 градусов по Цельсию И замедляет прыгнувшего до конечной скорости 200 км в час На седьмой минуте раскроется тормозной парашют, и скорость упадет На высоте 1 км раскроется обычный парашют, и прыгнувший спокойно приземлится И очень киногенично Крис Гилмор – голливудский дизайнер костюмов и главный дизайнер орбитальной одежды Он уже изготовил несколько скафандров Из-за его стремления к точности, НАСА заказало ему спроектировать верхнюю часть женского скафандра Если присмотреться к настоящим скафандрам, то можно понять, что это не просто белые костюмы с пластиковыми вставками и шлемом Это будет ваш личный космический аппарат Скафандры состоят из нескольких слоев Представьте одежду, в которой вы идете по Сахаре при худшем настроении этой пустыни Делаете шаг, и оказываетесь в Арктике Вот какая нужна одежда Обдумывая формы и функциональность орбитальной одежды Гилман чарпает вдохновение для будущего и средневековой брони Вот перчатки от доспехов 14 века Душку практически не отличить от той, что скрыта по тканью в перчатке от скафандра И что любопытно, та же форма И те же функции Пусть космодайвинга ждет еще не один год Любители адреналина уже нацелились на границу с космосом Земную орбиту До 2001 года Привилегией облететь планету Обладала лишь элита Астронавты выбраны для работ в космосе Но теперь космический туризм стал реальностью Мечтой большинства людей, связанных с космосом было летать самим И космический туризм с самого начала был неотъемлемой частью человеческих мыслей о полетах Сейчас корпорация Space Adventures Limited единственная, кто воплощает эту мечту в жизнь Только мы предоставляем частные полеты в космос Компания появилась 10 лет назад, когда первый клиент заказал полет на русском реактивном самолете Когда он описывал свои ощущения от изгибов Земли, от черного неба Я понял, что это отличный бизнес Миллионы людей, живущих на планете, готовы к космическим приключениям В 2001 году инвестиционный менеджер и мультимиллионер Денис Кито предложил компании устраивать полеты на орбиту Земли Так и зародилась эра космического туризма Полет Дениса Кито на МКС стал невероятно значимым достижением и многие наблюдатели из космического сообщества радовались Великое событие, начало новой эры Я люблю космос Space Adventures Limited предлагают полеты на МКС за 33 миллиона долларов Вам рассказывают о ракете, о космическом корабле, на котором вы полетите о космической станции вы узнаете, как можно питаться, работать и ходить в туалет на этой станции Чтобы туда попасть, космическим туристам нужно пролететься с русскими в капсуле «Союз» Она действует уже 35 лет Это чудо инженерного искусства доставит вас до орбиты менее чем за 8 минут На космической станции туристы живут как астронавты Удобство это относительно Если тебе удобно в походе, ты не пропадешь и на МКС Если ты привык к природной обстановке без домашних удобств то тебе будет вполне комфортно и на станции Пища вкусная, но мы туда не за пищей летим Главная радость космоса – невесомость вид Земли и участие в космических исследованиях Ты увидишь, что значит покинуть планету и отправиться туда, где были лишь немногие Там видна Земля во всем ее великолепии Ты встречаешь по 16 восходов и закатов в день Ведь ты мчишься вокруг Земли Для многих частных лиц полет в космос не по карману Чтобы попасть на низкую орбиту Земли вам нужно выложить 20 тысяч долларов за килограмм То есть вы на вес золота Многие компании разрабатывают новые летательные аппараты, чтобы удешевить полеты Не скажу, когда стоимость упадет до 4 тысяч, но падать для этого надо 40 миллионов Тем не менее, у Space Adventures Limited наполеоновские планы касательно будущих предложений Один из будущих клиентов первым прогуляется в космосе К тому же нас интересует окололунная программа Полет вокруг Луны Луна окажется на расстоянии пары сотен километров Полеты частных лиц в космос изменили суть космических исследований Мы, так сказать, вышибли дверь для остальной отрасли Теперь многим интересно перейти этот рубеж и осуществить частные перелеты Надеемся, нас запомнят как катализатор, который дал начало целой сфере деятельности Но больше всего нас волнует возможность попасть на границу с космосом Но космос — это огромная область со своими преградами, которых нет на Земле Орбита, граница с космосом, делится на три части Низкая орбита — это пояс шириной 1700 километров Он ближе всего к атмосфере Земли И начинается на высоте 200 километров У нее есть колоссальные преимущества Во-первых, большинство человеческих полетов попадет в этот радиус Один, ноль и запуск космического шаттла Endeavor К тому же спутники-шпионы, спутники-связи и погодные спутники заняли именно низкую орбиту Она как оживленный город, там много всего А для космического телескопа Хаббл и МКС низкая орбита — это дом Туда совершают полеты Союз и шаттлы Люди и вещи на низкой орбите могут облететь Землю за ничтожные 90 минут За 45 минут — в солнечную сторону и за 45 — обратную Если не считать нескольких полетов на Луну человечество так и было на низкой орбите В чем суть низкой орбиты? Не достигнув ее, не полетишь дальше А вся цель полетов человека в космос — вылететь дальше Низкая околоземная орбита станет лишь первым шагом Над низкой орбитой расположена средняя околоземная орбита Пространство от 2 до 22,5 тысяч километров над Землей Как правило, спутники связи отправляют именно туда в том числе и спутники глобального позиционирования Спутники GPS вращаются на высоте 19 тысяч километров Это полусинхронная орбита Они совершают оборот за 12 часов дважды в день GPS имеет 6 орбитальных плоскостей Представьте себе глобус вокруг Земли На равном расстоянии расположены 6 орбит На каждую плоскость — по 4-5 спутников Таким образом мы охватываем всю планету GPS находится на такой высоте чтобы в любой момент с любого места на Земле наблюдались несколько спутников Чтобы определить ваше положение требуются 4 спутника Первый узнает приблизительное место второй и третий его уточняют и только четвертый скажет, что да, вы тут На средней орбите спрятались радиационные пояса Они состоят из высокоэнергичных заряженных частиц и способны лишить спутник за 300 миллионов долларов управления или выплеснуть смертельную дозу радиации Они растянулись у Земли в виде продолговатых колец Высота спутников просчитана, чтобы избежать опасных поясов из солнечных частиц Дальше нас ждет высокая или геосинхронная орбита Если низкая орбита это шумный город то высокая это сельская местность От 35 до 56 тысяч километров над уровнем моря спутники парят над землей наслаждаясь непревзойденной картиной с выгодной позиции На высокой орбите уже более 2 тысяч спутников Те спутники стационарные Они тоже совершают оборот вокруг Земли раз в сутки, как и мы Из-за чего нам кажется, что спутники не двигаются в пространстве Но чтобы попасть на орбиту объект сначала должен покинуть Землю и улететь в космос Для этого ракеты или космический аппарат должны набрать необходимую скорость и попасть в нужное место Если скорость будет меньше всего на пару километров в час гравитация и сопротивление атмосферы не выпустят аппарат с Земли и он разобьется Сначала мы вылетаем за пределы нижних слоев атмосферы за турбуленцией и трения а потом наращиваем скорость в нужном направлении уже выше ощутимой атмосферы и космический аппарат не случайно взлетает вертикально а не под углом, как самолет Главное при запуске пролететь через атмосферу сначала прорваться через густую часть потом наклониться на несколько километров и затем наращивать скорость в нужном направлении Чтобы достичь нужной орбиты аппарат должен преодолевать 28 тысяч километров в час исследовать особые траектории из-за отклонения даже на 1 градус аппарат вылетит не на ту орбиту 8 минут полета и миллионы литров сгоревшего топлива выводят аппарат на орбиту орбита это повторяющийся путь вокруг другого объекта спутник или корабль удерживаются на орбите гравитации как и наша Земля она создает силу тяготения которая не дает объекту двигаться прямо можно предположить что тяготение Земли с высотой ослабевает но на низкой орбите притяжение Земли всего на 2% меньше чем на ее поверхности чтобы остаться на орбите надо развить достаточную скорость вы падаете на Землю но с такой скоростью что ваша траектория никак не пересекается с поверхностью Земли вы бесконечно падаете на планету вы не покинули гравитационное поле оно и вращает вас вокруг планеты поле заставляет объект кружить около планеты оно же тянет его к Земле в теории объекты могут вечно пребывать на орбите лишь бы хватало скорости преодолевать гравитацию существуют два типа орбит круговая и эллиптическая по круговой орбите ходят спутники и корабли которым надо сохранять высоту и облетать Землю по кругу сортографические погодные спутники все летают по круговой орбите эллиптическая орбита овальная она нужна когда часть орбиты должна пролегать на большой высоте но при этом не должна быть полностью круговой космические аппараты которые поднимают спутники используют эллиптические орбиты но неважно делаете вы круг или овал на орбите Земли есть много опасностей в октябре 2007 года морская пехота США сбила уже не рабочий спутник ракеты прежде чем тот вошел в атмосферу почему в спутнике содержалось опасное вещество при падении на Землю он отравил бы тысячи людей там было 450 килограммов гидрозина обычного ракетного топлива операцию назвали горелой имей и на тот момент это была самая технологическая попытка защитить планету от все более опасной проблемы под названием космический мусор космический мусор это рукотворный объект который отправили в космос но он перестал работать он скапливается с тех пор как мы полетели в космос как свалка которая медленно засоряется осколками после первого запуска спутника в 1957 году эти осколки накапливаются возле Земли 50 лет космической гонки засорили небеса отбросами 20 тысяч объектов спустя орбита Земли превратилась в свалку обломков землю как будто окружили пчелы по большей части мусор это крылья ракет нерабочие спутники или объекты которые развалились после запуска попав в поле притяжения Земли они летят на скорости 35 тысяч километров в час в 10 раз быстрее пули столкновение двух рабочих объектов таких как спутники заброшенные аппараты и мусор может стать катастрофическим объединенный центр космических операций это секретное разведывательное подразделение воздушных сил США их задача отслеживать все предметы на орбите Земли в том числе и мусор по меру установлена сеть сенсоров она называется сеть наблюдений за космическим пространством она состоит из 29 станций радаров и оптических телескопов которые отслеживают свыше 18 тысяч рукотворных объектов и неработающих спутников ракет поднявших эти спутники и их отвалившихся частей обломков если они с чем-то столкнутся случится катастрофа чтобы попасть в поле зрения мусор должен быть шириной 5 сантиметров есть и более мелкие объекты их нельзя отследить во время полета на шаттле мы замечали в иллюминаторах точки как кончик карандаша больше всего обломков скопилось на низкой орбите в 2008 году умышленное столкновение двух спутников вызвало международный скандал и низкой орбите стало угрожать облако мусора наша граница с космосом это орбита новый горизонт космического туризма и исследований но там затаилась угроза космический мусор который как никогда опасен для наших спутников и кораблей в 2007 году количество мусора достигло 20 тысяч объектов 14 тысяч из которых не отслеживали в 2008 году Китай намеренно столкнул два спутника в качестве проверки международное космическое сообщество возмутилось 10 января 2007 года мы отслеживали меньше 14 тысяч объектов спустя 16 месяцев это число увеличилось до 18 тысяч космический мусор продолжает накапливаться обломки и действующие объекты уже сталкивались один раз объект врезался в кран на космическом аппарате и отрезал его чтобы избежать дальнейших столкновений объединенный центр связывается с NASA и другими международными организациями и сообщает если спутник или корабль находится под угрозой чтобы космический аппарат мог пролететь мимо обломков как лодка которая оплывает опасности в воде под поверхностью воды то что вы не видите разрушительнее всего это затопленные бревна и коряги на орбите схожая проблема мы не отслеживаем весь мусор который способен повредить или уничтожить космический аппарат и мы рассчитываем лишь на то что согласно статистике вероятность врезаться в обломки мала и на то что однажды наша страховка закончится к счастью разрушительных столкновений между кораблем с людьми и мусором пока что не было пилотируемые аппараты еще ни разу не влетали в скопление мусора но угроза была объектом любого размера грозит опасность начать падать вниз такое случается в результате потери скорости из-за трения и тогда земля начинает тянуть объект к себе сопротивление атмосферы главная причина снижения высоты орбиты как у велосипедиста когда вы крутите педали на одной скорости вы уравновешиваете трение колес а дорогу и сопротивление воздуха своей мышечной силой вы преодолеваете сопротивление на велосипеде при помощи мышц а в космосе при помощи двигателей вы прибавляете скорость и обходите сопротивление воздуха так же и в космосе вы не даете космической станции упасть на землю и сгореть если вы сбавите напор сопротивление воздуха замедлит вас настолько что вы остановитесь упадете и войдете в атмосферу некоторые обломки переживут этот вход а размер обломков упавших на землю пугает за последние 40 лет в атмосферу вошли 17 тысяч космических объектов в 1997 году стальной бак весом 260 килограммов упал в 50 метрах от фермерского дома в Техасе он этому не обрадовался космический мусор входит в атмосферу снижается до скорости 200 километров в час и врезается в землю такое падение произошло в Кейптауне, Южная Африка днем, когда люди работали в поле они услышали хлопок подняли головы и увидели падающий объект аэрокосмическая корпорация Эль Сигунда Калифорния собирает и изучает космический мусор по заказу армии и частных компаний вот это кусок некогда космического обломка часть ракетной ступени которая доставила спутник на орбиту вот эти скобы расплавились при падении при помощи этих вырезов мы пытаемся выяснить, что случилось как сильно нагрелись обломки и тем самым улучшаем наши модели понять, как эти обломки не сгорели в атмосфере необходимо для строительства будущих космических аппаратов и спутников восстановление и повторное использование важных компонентов позволит сэкономить на производстве но сбор космического мусора сложная задача три четверти земли покрыты водой и обломки зачастую падают в воду редкая удача обнаружить обломки на суше к 2050 году ожидается, что число космического мусора удвоится но это не смущает предпринимателей которые изучают орбиту с точки зрения бизнеса всего за 2500 долларов Мемориал Спейс Флайтс, открывшийся в 2008 году отправят прах ваших близких на орбиту это удачные похороны для тех, кто мечтал побывать в космосе и это лишь одна из многих идей использования земной орбиты но чтобы запустить бизнес в космосе там нужно пребывать постоянно 21 век только начался и я предвижу, что космос станет технопарком Skylab МИР и Международная космическая станция создали арену для долгосрочного пребывания и экспериментов в космосе а если у частных компаний появятся космические корабли? мы до сих пор единственная компания развернувшая подобное сооружение неподалеку от Лас-Вегас-Стрип Боб Биггиллоу и его коллеги из Биггиллоу Аэроспейс в сверхсекретном здании разрабатывают новое поколение космических кораблей сбывается моя детская мечта мы все создаем нечто важное частная индустрия изучает возможности нашей границы с космосом Биггиллоу Аэроспейс разрабатывают надувные рабочие места под названием Генезис которые и запустят на орбиту NASA вдохновила их на эту технологию я натолкнулся на статью о технологии над которой работала NASA и подумал, это же здорово NASA разработала надувной модуль под названием TransHab его присоединят к станции что даст больше жилого пространства у NASA не хватило средств довести дело до конца и несколько лет спустя мы лицензировали патенты NASA идея оригинальна аппарат Биггиллоу это надувные отсеки они спрятаны в носу автопилотируемого аппарата и увеличиваются в три раза до полноценных размеров будучи на орбите в грузовой ракете столько же объема и пространства сколько в этой бутылке больше не будет но если отвести объект такого объема который позже увеличится втрое пространство уже больше для расширения мы используем сжатый газ надувной аппарат можно приспособить для любых нужд исследовательская лаборатория завод, гостиница все развивающиеся отрасли клиенты могут оплачивать исключительно время столько сколько им нужно корабль собран из неметаллических систем прочных, но гибких материалов вы всю жизнь проводите в неметаллических материалах вы ездите на шинах надувные системы и прочные и надежные Дигеллоу не переживают за систему запуска они используют ракеты Днепр-18 на которых Россия поднимает драгоценные грузы сейчас у них 1100 ракет с ядерными боеголовками но падение одной ракеты не неудача на орбите питание обеспечат 4 солнечных панели как на международной космической станции космический аппарат Генезис это новое поколение космических станций возможно это шаг вперед по сравнению с военными образцами если мы преуспеем наш проект станет гораздо более надежным домом для людей чем алюминиевые банки надувной корпус также хорошо защищает от воздействия температур микрометеоритов и радиации у Бигеллоу Аэроспейс есть два частных корабля Генезис-1 и 2 которые вращаются на высоте 550 километров над уровнем моря единственные в своем роде запустить корабль на орбиту это еще не все выбрать правильный угол наклона орбиты тоже важно ориентация орбиты это угол наклона плоскости орбиты в градусах относительно плоскости экватора угол наклона может быть от нуля градусов до 90 градусов нулевой наклон между плоскостями орбиты и экватора называется экваториальной орбитой если же наклонение равно 90 градусов это полярная орбита спутники и ракеты запускают под разными углами в зависимости от назначения потому что орбиты с разным наклоном проходят над разными частями планеты если вращаться вокруг Земли над экватором что ты увидишь? что под тобой проплывает? экватор наклон плоскости орбиты на 56 градусов покрывает практически всю Землю спутники с полярной орбитой способны обозревать всю Землю за несколько витков орбиты пока Земля не спеша вращается внизу над ней мчится спутник позволяя осмотреть Землю за небольшое время если вам нужны шпионаж или наблюдения на солнечно-синхронных орбитах спутники будут пролетать каждый день над одним и тем же местом в одно и то же время каждый земной день они смещаются на 1 градус чтобы синхронизироваться с Солнцем над данным местом если вам нужна связь геосинхронные спутники удалены от Земли и покрывают все континенты он совпадает с вращением Земли и парит в небе это очень полезно потому что сохраняется радио и телесвязь с выбранным участком Земли орбита Земли это ее естественное продолжение в космосе и если планы дадут результат индустриализация границы с космосом не за горами всего лишь 40 лет назад Джон Глен попал на орбиту то что случится с орбитой в ближайшие 100 лет возможно будет так же прекрасно как и выход на Луну для прошлых поколений Биггиллоу Аэроспейс уже достигли серьезных результатов запустив свои генезисы но будущие космические корабли будут ждать частных лиц такого еще никто не делал нет, полеты в космос уже были а мы стремимся сделать их доступными это сам Денсор 300 кубических метров пригодных для жилья где бесконечно долго могут находиться до трех человек необходимо добавить оборудование для жизнеобеспечения чтобы там могло жить три человека от системы концентрации воздуха которая доставляет кислород и выводит углекислый газ до более точного контроля за температурой и влажностью на одном аппарате сам Денсор больше места чем на всей международной космической станции со временем несколько модулей соединятся в единое целое как конструктор для зданий форма будет зависеть от того что вам нужно что вы запланировали для нас как для первопроходцев которые ищут за морями новые земли орбита тоже неизвестная территория у нас есть возможность воплотить мечту в жизнь и именно этим мы и занимаемся но есть и другие люди которые мечтают занять границу с космосом одно лишь понятное необходим легкий способ доставлять корабли грузы и людей в космос пользоваться орбитой и предложенные идеи великолепны предлагали всякие разные проекты например космические лифты или космический фонтан высокоэнергетичная волна частиц поднимающая грузы с земли нужно найти дешевый способ перемещения на орбиту можно разрабатывать ресурсы космоса на околоземной фабрике можно использовать ресурсы Луны и ближайших астероидов для производства а не тратить деньги на то чтобы поднять их с поверхности к примеру Льюис и Кларк когда они пересекали американский континент не тащили с собой воду или дрова из Сент-Луиса на запад они искали все по пути самый ценный подарок орбиты устойчивые источники энергии представьте сеть солнечных панелей энергии которых хватает на континент одна из самых перспективных целей на ближайшие 50 лет создать дешевые сборщики солнечной энергии построить антенны на земле и при помощи исчерпаемой солнечной энергии перестать зависеть от ограниченного запаса топлива и энергии на земле одно можно сказать точно граница с космосом это порог для будущих исследований перевалочный пункт для путешествий по вселенной субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok